Дорогие друзья, большое спасибо вам за поддержку, за лайки, комментарии и подписку. Ссылка для выражения благодарности в описании. Соня Девицкая. Розовая кофточка. Читает Марина Кочнева. Мне сказали, что я истеричка, потому что я устроила дебош за столом. Это случилось на дне рождения у Танечки, сестры моего мужа. Гостей было много, поэтому на всякий случай объясню. У меня есть муж. У него сестра Танечка. Тридцать пять ей исполнилось, и она пригласила друзей. Среди них была девушка в розовой кофточке. Вот она мне в лицо и кричала. Истеричка! Нет, не так. Ты что, истеричка? Она меня спрашивала. Сомневалась, значит, на подсознательном уровне. И правильно. Это еще нужно посмотреть, кто из нас тут истеричка. Что уж я такого сделала? Метнула в розовую кофточку бокал вина. Красного. При этом я была абсолютно спокойна. Я помню, красное вино не отстирывается. Поэтому целилась аккуратно в кофточку, чтобы не обрызгать других гостей. И все были счастливы. Все были довольны. Все хотели сделать то же самое. Просто стеснялись. А началось все чудесно. Белый стол в белом зале, Окна в сад, Октябрь, хризантемки, Теплый вечер. Отдыхай и радуйся. И яблоки тебе в траве валяются, И капли с голых веток в мокрую траву после дождя, И бабочки стеклянные горят на клумбах. В торт поставили свечки. Тридцать пять свечей воткнули в торт. И всем гостям было примерно столько же. До поры до времени розовая кофточка сидела тихо, Если не считать странный тост, Который она пыталась произнести. «Не волнуйся», — говорила она Танечке-имениннице, «У тебя еще все впереди. Не грусти, что годы проходят. Зато теперь все свои неудачи ты сможешь превратить в бесценный опыт. Главное, не забывай, что мы все тебя очень любим. И я, твоя лучшая подруга». Это было еще не все. Дальше начались искренние пожелания. Прибавление в семействе, помню, она пожелала. «В кратчайший срок. А то время идет, ты смотри, не откладывай. Часики тикают. Один ребенок — это что? Это ничего. Рожай скорее еще, подруга. Не ленись. Пока болячки не посыпались, Давай-давай, рожай скорее, не тяни». «Мы с любезным папочкой, с моим свекром, Отцом, соответственно, Танечки-именинницы, Друг другу подмигнули. И он прервал эту трансляцию громким выстрелом. Шампанское открыли, фужеры зазвенели. Поздравляем, поздравляем!» Мы засмеялись оживленно. Так что беду на какое-то время удалось отвести. «Сейчас вы увидите. Не я все это начала». После горячего мужчины вышли на улицу немного подышать. А девушки остались за столом или питали о всякой ерунде. О детях, о мужьях, о шмотках, о рецептах. И, как всегда, таких разговоров мне захотелось есть. Наступил тот святой момент, когда у меня просыпается аппетит. «Он всегда просыпается в конце вечера. И все у нас в семье об этом знают. И никогда не лезут под руку. В общем, я дозрела и посмотрела на гуся. Гусь, запеченный с черносливом и грушами, уже ополовиненный, лежал на блюде. Я взяла тарелку и приглядела себе кусочек. Все дамы за столом признались, что вообще-то побаиваются гусей и сами готовить их не умеют. Но этот, этот оказался шедевром. И все спросили у именинницы. Да-да, у Танечки, сестры моего мужа. Все спросили. А как же так ей удалось? Танечка, хотя и с неохотой, начала выдавать свои тайны приготовления гусятины. Я положила себе кусок этой птицы и пару печеных груш. Мне было все равно, как приготовлен гусь. Я не собиралась повторять чужие подвиги и теорию гуся не слушала. Я налила вина и приступила к практике. Гусь удался. Мясо таяло, кислила грушка, вино добавляло терпкости. Мне было не то, что вкусно. Мне было... О, как вкусно! И тут за стол явилась эта прелесть в розовой кофточке. До сих пор она крутилась у рояля. Хозяин дома, Руслан, муж Танечки-именинницы, подбирал романс. Он любит русские романсы, русские поля, русских борзых, русских женщин, русскую охоту, как многие татары. И вот он подбирал свое любимое «Я уеду, уеду, уеду», и розовая кофточка подпевала ему чистенько высоко «Не держи, ради Бога, меня». Русланчик наш перебирал, перебирал по черным и по белым двумя пальцами, даже четырьмя, а розовая кофточка качала рядом бедрами своими стройными. Точеными своими бедрами качала эта подозрительная женщина и восхищалась. «Ах, какая чудесная музыка!» Кстати, хронические истерички склонны к восклицаниям. Я облизнулась. Прелестный вечерок, думаю. Окно блестит, луна сияет, гусь ароматит, еще и рояль. И вдруг свернули музыку. Хозяин дома выдумал стрелять из арбалета. Татары любят стрелять из арбалета. А розовая кофточка пришла за стол и сразу ко мне прицепилась. «Сонечка!» — сказала она. «А ты чего так поправилась, а? Прям заметно поправилась!» Вы видите? Только села и сразу начала задавать вопросы. Красавица работала в администрации, помощницей мэра. Они там все привыкли спрашивать и ни за что не отвечать. «А ну-ка говори, что у тебя случилось? Стресс? А ну-ка признавайся!» Танечка-именинница, конечно, после такого вступления тревожно посмотрела на меня. «Да, каюсь, каюсь. Я люблю поколотить посуду. Но это был не тот случай. Она мне говорит, поправилась, а я и бровью не повела. Гусь был у меня на первом плане». Тогда эта умница в розовой кофте повторила еще раз. «Да-да-да, Сонечка, поправилась, поправилась. Я тебя видела год назад. Ты была лучше. Ты сколько прибавила? Килограмм, наверное, пять? Не меньше, а то и восемь. Точно! Я же вижу, наверняка не меньше восьми, а то и десять. Признавайся, Сонечек, десять килограмм прибавила? И всего за год?» Девушки замолчали, отложили свои вилки и ждут. Розовая кофточка строго покачала маленькой аккуратной головкой. У нее, кстати, все безупречно аккуратное, что тоже не очень хороший признак. «Нет-нет-нет, лишний вес тебе не нужен. Давай-давай скорее все скидывай обратно». Я не ответила. Ни единым словом. Я огляделась в поисках острого соуса. Может, это было и лишнее? Но мне захотелось добавить в свое блюдо острый красный соус. «Как гусь?» Спросила Танечка-именинница и на всякий случай пересела от меня подальше. «Очень!» Говорю. Танечка улыбнулась немножко натянута. У нее появились предчувствия. «А какой будет торт?» Попыталась она разрядить атмосферу. «Торт!» Обрадовались девочки. «А я завтра попробую торт», сказала розовая кофточка. «Сегодня в меня уже ничего не влезет. Я давно привыкла кушать понемногу. Нужно только начать». Она мне кивнула. «Да, Соня, да. Себя нужно заставить. И ты не пожалеешь. Торт в меня влезет». Я даже в этом и не сомневалась. «Сначала кусочек гуся, пару груш, а потом торт». Я люблю есть в конце банкета. Во время общего застолья мне обычно некогда. Приходится поддерживать беседу, помогать хозяйке, следить за детьми. А в конце вечера можно чваниться над тарелкой неторопливо. И вот я приготовилась вкушать. Вилочку взяла, нож. А нож был и не нужен. Мясо распадалось. Невероятно. Но гусятина таяла, и сладкий жир, как мед, стекал. В него хотелось окунуть кусочек белой пресной булочки. И только я настроилась, меня снова смутили. Розовая кофточка опять ко мне пристала. «Понимаю, понимаю», — говорит. «Толстеть легко, худеть трудно. А потому что возраст уже!» Она надавила звонким своим голосочком. «Возраст!» «Это раньше денек на диете, и все в норме. А теперь за каждый кусочек придется попотеть. Но ты давай, давай, не тяни. Начинай уже сбрасывать. В прошлом году ты была такая секси!» Я бы с удовольствием взяла бы эту девку за ухо и выставила за дверь. Но она была не моей гостьей и не в моем доме. Поэтому я положила нож и спросила Танечку, хозяйку. «Может быть, девушке нужно объяснить?» Она, наверное, не в курсе. «Обычно у нас за столом одну и ту же глупость три раза не повторяют». «Не повторяют», — Танечка кивнула осторожно. «А я повторю, повторю», — запрыгала розовая кофточка. «Вот если бы моя подруга честно мне сказала, что я поправилась, я была бы ей благодарна. Я сказала бы ей спасибо. Со стороны всегда заметней». Она обратилась к собранию. «Ведь правда, девчонки?» Девчонки промолчали, с тоской поглядывая на торт. Худеньких за столом не наблюдалось. Все, кроме розовой кофточки, были серьезные дамы. Девочки любили покушать. Они умяли гусятину. Растягайчики я вообще не застала, прошли стороной. Так я и не узнала, что же это за чудо. И теперь довольные чревоугодницы за легким разговором цепляли на вилку какую-нибудь вкусную безделицу, какой-нибудь несчастный ломтик малосольной семги, кусочек сыра и заодно оливку, небрежно мимоходом ее нямсс, и вином это все, одним глоточком, под настроение. Девочки желали отдохнуть. Они предвкушали пьяную вишню. А тут им заявили такую неаппетитную тему. «Че тебе надо?» Все подумали и потупились в тарелки. Розовая кофточка ответа не дождалась и развлекалась сама с собой. «Я думаю, лучше сказать человеку правду о его недостатках, чтобы он вовремя спохватился. Не обижайся, Соня. Я просто знаю, как легко набрать вес и как трудно держать себя в форме. Особенно после тридцати. Но я же помню, в прошлом году ты была вся такая супер! Лично мне цели и задачи розовой кофточки были предельно ясны. Девчонка хочет поплясать на чужой макушке, чтобы повысить свой уровень. Зачем? Почему она лезет ко мне на горбушку? Кто ее в детстве обидел? О том я не знала. Я видела розовую кофточку пару раз в год, исключительно в доме у Танечки. И только одно мне было неприятно в данной ситуации. Торт на подходе, гусь тает, окно блестит, луна всей мордой улыбается, и вдруг какая-то назойливая муха ломает мне эстетику. К столу подбежала девочка, дочь розовой кофточки. Девчонка начала что-то быстро шептать. Розовая кофточка поправила ребенку розовый бант и улыбнулась. Так добросовестно улыбнулась, как будто снималась для рекламы памперсов. Котенок! Что случилось? Ничего не случилось. Наверняка пришла я бедничать на моих детей. Дети играли в зале с роялем. И это был еще один повод для моего безграничного терпения. Нет. Я не сразу кинулась в атаку. Я попыталась выдержать нитролитет и даже удалилась из-за стола. Решила дать розовой кофточке немножко времени, чтобы она прониклась и осознала. Гусь не убежит, я подумала, и вышла в сад. На улице мужчины забавлялись с арбалетом, стреляли в мишень. Она висела на старой груши. Ее освещали луна и фонари. Мой муж и Танечкин начали соревнования до ста очков. Кто первый набирает, тот выиграл. Мне тоже захотелось выпустить стрелу. Я попросила арбалет и мысленно поставила к черному стволу эту милую девушку в розовой кофточке. Я прицелилась и быстро, пока рука не дрогнула, отпустила стрелу. Моя стрела задребезжала на десятке. И какая же я после этого истеричка? Нет, я не истеричка. Я еще только учусь. Отрабатываю технику истерических манипуляций. У меня были хорошие учителя. К примеру, моя классная руководительница. Она была настоящим мастером истерики. Каждый раз, когда в школу наезжала проверка РАНО, наша любимая учительница усилием воли вызывала слезы на своем монументальном лице, хваталась за сердце и с размаху бухалась в обморок прямо перед комиссией. Женщина весила центнер, ничего не боялась. Только инспектора в кабинет, она сразу в обморок. И после этого никто не совал нос в наш классный журнал. А журнальчик у нас был крапленый. Наша классная рисовала там недостающие пятерки. Таким образом, ей удалось наштамповать двенадцать золотых медалей. Хватило всем желающим. Таких рекордов не ставила ни одна средняя школа. Это была самая лучшая учительница в нашем городе. Она дурила все РАНО, как первоклассников. И нам говорила «Учитесь, ребята, пока я жива». С тех пор мы все, мы все ее ученики, двенадцать медалистов, умеем падать в обморок с размаху, если требуется. Помогает. Могу подтвердить. Иногда резкие жесты помогают решить вопрос. Потому что люди боятся громких криков, слез, разбитого стекла. И я их понимаю. Ну, страшно. Просто страшно иногда становится. Не каждый сможет различить, где настоящие аффективные вопли, а где военные маневры. Вы можете меня спросить, почему же я так долго терпела розовую кофточку. Все просто. Презумпция невиновности. Я должна была допустить, что розовая кофточка затеяла свой глупый разговор о моих формах по неведению своему, по простоте душевной. И после небольшой паузы она догадается сменить пластинку. Я досчитала не то, что до десяти. Я стреляла из лука минут десять, прежде чем снова вернулась к столу. Мои надежды оказались напрасными. Розовая кофточка читала толстушкам лекцию о раздельном питании. Шестьдесят! Она сообщила всем объем своей талии. Я слежу за собой. Не расслабляюсь. Гусятину ни-ни-ни ем. И поэтому у меня всегда стабильно. Девяносто, шестьдесят, девяносто. Танечка-именинница ей похлопала. Реденько так, зловеще. Хлоп, хлоп, хлоп. Ничего сложного. Кофточка поправила ровную челку. Главное — считать калории. Собрание криво поморщилось. Дамы устали. Все-таки розовый утомляет глаза. Тем более, что у каждой объем талии был как минимум семьдесят. Это я так. По-братски предполагаю. А там, глядишь, и все восемьдесят. Если не больше. Не говоря уже о прочих габаритах. Я подсела к своей тарелке с гусем. Отломила мягкую булочку. Окунула ее в грушевую мякоть. И тут опять в мои окопы запустили ядовитый газ. «Вот посмотри!» Кофточка сказала. «Соня, смотри! Сейчас у тебя на тарелке больше тысячи калорий!» «Не может быть!» Засомневались толстушки. «А вы посчитайте!» Она усмехнулась и принялась у меня на глазах «Четвертовать моего гуся!» «Мясо жирное потянет калорий на шестьсот, если не больше!» «Да ну!» Танечка тоже удивилась. «Да-да-да!» «А что вы хотели?» «Гусятина?» «Сплошной жир!» «Груши в меду?» «Тоже не меньше двухсот!» «Соус?» «Соус — это вообще смерть в фигуре!» «И еще хлеб!» Она улыбнулась, как будто застукала меня с бутылкой у шкафчика. «Вон у тебя булочка лежит!» «Ага!» «Ага!» «А время сейчас уже сколько?» «Десятый час!» «А впереди еще торт!» «И это не считая алкоголя!» «Один бокал вина — сто пятьдесят калорий!» «А сколько ты у нас сегодня выпила?» Розовая кофточка торжествовала, как прокурорша на процессе. Я отодвинула гуся, глотнула винишко и решила дать ей последний шанс. «Рыбка моя!» я у нее спросила. «Подумай хорошо и скажи, что тебе нужно для счастья?» «От меня лично!» «Ага! Неприятно! Неприятно!» обрадовалась кофточка. «Это сейчас! А потом ты мне скажешь спасибо! Вот когда будешь секси, как в прошлом году, сама подойдешь ко мне и скажешь спасибо!» «Тебе нужна кетоза!» «Ты знаешь, что такое кетоза?» «Волшебная диета!» «Посмотри на меня!» «Я регулярно сижу на кетозе!» «Тяжеловато, конечно!» «Не каждая выдержит!» «А ты соберись!» «Стисни зубы!» «Ты тоже быстро приведешь себя в норму!» «Ты начнешь себе нравиться!» «И муж на тебя будет смотреть другими глазами!» «Да!» «А ты думаешь, муж не замечает эти твои десять килограммов?» «Думаешь, он тебя не сравнивает с другими женщинами?» «Монолог был слишком длинным, и в моих планах его не было. В моих планах был гусь и торт. Поэтому я встала. Это удобнее, когда выступаешь публично. Я встала и превысила уровень шума. Иначе нельзя. Хорошая громкость — необходимое условие для проведения истеричной атаки». Речь была краткой. Форма — стандартная. Слова — народные. Я попросила розовую кофточку представиться и объяснить, с какой целью она пришла в этот дом. Потом я сообщила ей короткий адрес, по которому она может проследовать, чтобы там и читать свои интересные лекции по китозе. Именинница зажмурилась и прикрыла ушки. Танечка игриво пугалась при каждом резком слове и прятала с трудом, с трудом Танюшка прятала веселую улыбку. Мужчины наш милый женский шум услышали с улицы и входить не решались. Розовая кофточка сидела на прежнем месте, за столом, напротив меня. Она сложила руки крест-накрест, задрала нос и выдвинула подбородок. «Соня!» — заявила мне эта чиновница. «Ты очень крутая баба! Но ты напоролась на тоже очень крутую бабу!» И тут я поняла — идет война. Война за переправу. Белые на одном берегу стола, красные на другом. И если я сейчас не выпущу авиацию, враг снова пойдет в наступление. Тогда война затянется, жертв будет больше, поесть спокойно не дадут. В общем, еще раз вам хочу напомнить. Я не пересекала чужие границы. Моя совесть абсолютно чиста. Я бросила в розовую кофточку бокалом того вина, которым она помешала мне насладиться. И на всякий случай усилила бросок словами. Одним только словом. Да, это помогло. Розовая кофточка выскочила из-за стола и закричала на меня уже не так уверенно и элегантно, как выступала прежде. «Ты что, истеричка?» взвизгнула она и побежала в ванную застирывать пятно. Ну, тут, конечно, все толстушки начали меня качать. «Победа!» они кричали. «Победа!» Точнее, просто улыбались и с радостью кинулись ставить тарелки под торт. Я снова увлеклась гусем и грушами, а девушки хихикали в полголоса. «Китоза! Китоза!» За дверями где-то в гостиной конючил ребенок. Это снова была дочка розовой кофточки. «Иди сюда! Ко мне!» звала она ее из ванной. «Сюда иди!» «Я сказала!» Именинница снова вздрогнула, дамы вздохнули и затянули дальше свою беседу про детей, про мужей, про рецепты. Потом свет погас, вспыхнули свечи, подражали минутку, Танечка загадала желание и с первого раза потушила все тридцать. Она даже не заметила, что мой сын стащил у нее пять лишних свечек. Я принялась за торт. В лес. А что вы думаете, не в лес? Еще как в лес! Когда это в меня не влезала пьяная вишня? Мой муж все это время стрелял из арбалета. Он выиграл. Он обошел зятя Русланчика. Набрал три раза по сто очков и только после этого вернулся к столу. Глаза у него горели спортивным азартом. Он мне напомнил сразу всю живопись из цикла «Герои Куликовской битвы». Да, конечно, я была бы рада, если бы муж посмотрел на меня другими глазами. Вот так вот, чтобы прям вошел, посмотрел, а глаза-то у него, ой, мама, другие. Но тут китозой не отделаешься. Для того, чтобы мой муж посмотрел на меня другими глазами, нужно каким-то образом извлечь у него оригинальные глаза, а вместо них поставить другие. Можно заменить только глаза, можно голову привинтить новую с другими глазами, а можно вообще мужа поменять, и тогда автоматически получишь другие глаза. Жаль, для меня все это слишком сложно, поэтому я от души наелась и стала доброй. Какие есть глаза, такими пусть и смотрит. Истерику я устроила только на следующий день. Элементарно разоралась в машине, когда мы возвращались домой. Я всегда ору в машине по дороге домой, если мы слишком долго отдыхаем в гостях. Начинаю скучать, и поэтому меня все раздражает. Меня раздражают пробки на дороге. Я чувствую необъяснимую тревогу в конце воскресенья. Мне кажется, что я не все получила от выходных, да и вообще от жизни. И эти часики еще действительно все время тикают. Я вспоминаю гуся, вспоминаю торт. У меня начинается угрызение совести за то, что я их съела. Я вспоминаю арбалет и обижаюсь, что муж стрелял два дня без перерыва. Короче, повод я найду всегда. И начинаю концерт с полпинка, точно так же, как розовая кофточка. Твой папа обещал мне подарить бассейн. Он надо мной все время ржет. Зато с Русланчиком у него реверансы. У нас вообще какой-то есть другой маршрут на выходные. Я хочу на Майорку. Я не обязана всю жизнь развлекать твоих родственников. Развитие диалога предсказывать не стоит. Заканчивает обычно муж. У него есть стандартная последняя реплика. Вот только не надо трогать мою маму. В этот раз он тоже сказал «Не надо трогать мою маму» и добавил отсебятину. Истеричка. На перекрестке я выскочила из машины и дернула в аптеку. Купила там коробку легоньких успокоительных, какой-то модной валерьянки мне там втюхали, но я проглотила ее демонстративно, прямо на улице, с таким видом, как будто это ого-го, какое сильное лекарство. Вытерла слезы или сделала вид, что вытираю слезы. Это не принципиально. Немного прошлась пешком, слегка пошатываясь. В этот момент я действительно чувствовала легкое головокружение, а муж мой ехал медленно по крайней полосе. Он знал, что когда загорится зеленый, я вернусь к нему и начну сюсюкаться пушистик, пушистик, как будто пять минут назад в машине орала не я, а какая-то другая кофточка. Рассказ прочитала Марина Кочнева. Дорогие друзья, приглашаем вас подписаться на наш второй канал «Мир аудиокниги Проза». Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова